Дважды с полуночи российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Обе провокации были в Донецкой области. Из минометов боевики обстреляли Зайцева, а из гранатометов пищевик, сообщает пресс-центр объединенных сил. Потерь среди украинских военных за сегодня и за вчера нет. В течение минувших суток наемники открывали огонь 26 раз, применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, из ствольной артиллерии обстреляли водяное, а из минометов толоковку. По данным разведки, у противника 10 раненых и уничтожена одна единица военной техники. Крымского татарина задержали в аннексированном Крыму. Инвер Амеров ехал на суд в Ростов. Российские силовики ночью остановили родственников фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир. Где сейчас задержаны, неизвестно. Передает Крымская солидарность. Также сегодня утром сотрудники ФСБ устроили обыски в доме сына Инвера Амерова Ризы и еще по нескольким адресам. В частности, в Симферополе у Искандера Сулейманова его также задержали и увезли в управление ФСБ. Новое правительство Молдовы признал Европейский Союз. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Магирини и Еврокомиссара Юхана Сахана. Конституционный суд на днях распустил парламент, потом и лишил полномочий президента. Депутаты, в свою очередь, заявили о вотуме недоверия Конституционному суду. На фоне такого кризиса в Кишиневе начались протесты. Подробности расскажет Александр Кулибаба. Ночью у стен Дома правительства, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры и других госучреждений Молдовы поставили палатки. Их в знак протеста развернули члены демократической партии. Так они пытаются удержать власть и не допустить к управлению страной пропрезидентские силы. Сколько палатки будут стоять, скажите? Пока страну не освободим. Что будет стоять? Она захвачена? Пахутнюк! Диктатура пала и у них нет ни единого шанса. Пахутнюк, лидер демократической партии, проживает свои последние дни и бьется в последних конвульсиях, по крайней мере в политической жизни. Политический кризис в Молдове разгорелся в прошлую пятницу после решения Конституционного суда распустить парламент. Причина? За три месяца после выборов депутаты не смогли сформировать коалицию. Президент страны Игорь Дадон проигнорировал решение Фемиды. Уже на следующий день пророссийская соцпартия и проевропейский блок АКУМ сформировали большинство. Избрали спикера парламента, нового премьера и объявили страну захваченным государством. Мол, система госуправления напрочь коррумпирована и требует полной перезагрузки. Парламент голосует за распуск Конституционного суда, отправляет в отставку главу службы информации и безопасности, а также председателя национального центра по борьбе с коррупцией и назначает новый состав правительства. Обращаюсь ко всем госслужащим. Политики приходят и уходят, а вы действительно управляете этой страной. Новое избранное и законное правительство ставит перед собой цель в первую очередь освободить администрацию от прессинга и шантажа, чтобы у вас было право выбора, как выполнять свою работу в пользу граждан. Все эти решения Конституционный суд признал незаконными. Отправил в отставку президента Игоря Дадона и назначил премьера Павла Филиппа временно исполняющим обязанности главы государства. Он уже объявил о распуске парламента и в неочередных выборах 6 сентября. Это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы смогли организовать досрочные выборы. Вы свидетели, что мы не хотели досрочных выборов. Демократы первыми предложили это. Сегодня власть в Молдове не у политических сил, а у народа. В свою очередь Игорь Дадон призвал страну к протестам, а также напомнил, и западные, и восточные партнеры Молдовы признали парламент легитимным. Они поддержат демократические изменения и не допустят узурпацию власти в руках демократической партии. Первой отреагировала международная правозащитная организация Amnesty International Молдова. Они осудили бездействие полиции на протестах. Говорят, правоохранители игнорируют нападения на простых граждан и журналистов, а лишь защищают проправительственных политиков. Также призвали любой ценой избежать дестабилизации социальной и политической ситуации в стране. Александр Кулибаба, UATV. Массовые протесты в Гонконге привели к столкновениям с полицией. Правоохранители в ночь на понедельник использовали дубинки и слезоточивый газ против митингующих. Те бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и пытались установить баррикады. Это самая масштабная акция протеста за последние 10 лет. По оценкам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Участники акции выступали против новых правил передачи подозреваемых странам, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Сторонники закона, в том числе и администрация города, напротив, считают, так смогут эффективнее бороться с преступностью. Лесной пожар вспыхнул в Калифорнии. Пламя охватило около 17 гектаров леса и приближалось к парку аттракционов Six Flags. Согласно местным СМИ, со стихией боролись около сотни пожарных и 12 единиц техники. Посетителей парка просили не паниковать и оставаться на месте, пока спасатели гасят пожар. Затем всех гостей эвакуировали. Авторалли для журналистов. Десятки километров маршрута. Задания разной сложности, в том числе и навыки ориентирования на местности. Гонки в честь минувшего дня журналиста прошли в украинской столице. Экипажи состояли из медийщиков, которые соревновались на собственных автомобилях. Машины от микроавтобуса до небольшого хэтчбека. За рулем украинские журналисты из самых разных изданий. Задания выдали за несколько минут до старта. Такие гонки проводятся во всем мире по приблизительно одинаковому сценарию, регламенту. Это интрига. Все в равных условиях. Все будут ехать так, как нужно по легенде, с лалом и прочее. Игровых элементов там будет немного. Готовится к старту и корреспондентка UATV Юлия Крючкова. На гонке она впервые и легенда соревнований явно стала для нее сюрпризом. Она ожидала от ралли легкую поездку по Киеву, а попала на настоящий автоквест. Не обозначен конкретный маршрут по конкретным местам. Там просто указаны какие-то направления, в которых нужно ехать. Едешь вперед, 500 метров, поворачиваешь направо, поворачиваешь налево. Просто нарисованы какие-то очень схематические перекрестки. И нужно понять, куда нужно ехать. Первое задание с лалом. Автомобиль должен проехать аккуратно вокруг фишек по четко заданной судьями траектории. Чтобы за рулем сделать меньше ошибок, некоторые участники перед стартом проходят этот участок пешком. После этого упражнения экипажи устремляются на городские дороги. Обязательное условие пересечь контрольные точки не позже и не раньше заданного времени. За нарушение штрафные баллы. Одна из точек – картодром. Здесь не важно, кто – водитель или штурман – должен пройти трассу. Получив отметку от судейской команды, участники продолжают маршрут. Возвращаются в центр Киева и еще один слалом. Три фигуры слалома. Они разные. Проехали уже одну, часть проехала сейчас вторую, вечером третью. Это основное, где мы можем увидеть, как они ездят. Не все хорошо, но есть отдельные участники, которые выполняют это очень удачно. Для таких участников, как наша коллега, это серьезное испытание. Юля получила права только в прошлом году. Езжу-то я каждый день, но я езжу на работу и с работы по ровной дороге. В центр старалась никогда не соваться, потому что это очень сложно для меня. В этом году полтора десятка команд приняли участие в ралли. В общей сложности длина маршрута для каждого экипажа составила 80 километров. Игорь Меделян, Ярослав Матеш, UATV. Больше информации о происходящем вокруг на сайте канала UATV.ua Спасибо, что вам интересно, Украина. Следующий выпуск новостей на Русском менее чем через два часа. Обязательно увидимся на UATV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok